О китайской работоспособности и желании творить нужно просто слагать легенды. При том, что они не придумывают что-то свое, они берут что-то чужое и делают на свой лад. Как правило, таким образом мы получаем очень много разной техники. Тот же самый Xiaomi, Huawei и так далее и тому подобные фирмы, которые копируют хорошие идеи у телефонов и продают их дешевле, потому что это свое производство. Всем привет, с вами Гобз и сегодня будет обзор китайской дичи, которой сейчас очень много в стиме, а именно Bloodspell. Ну по крайней мере я надеюсь, что оно именно так называется, потому что сверху есть какие-то иероглифы, я переводить не умею. Субтитры создавал DimaTorzok Игра вышла в январе 2019 года и представляет собой очень хороший экшен с элементами РПГ. Ну грубо говоря, мы получили по сути Dark Souls. Хотя она даже, наверное, ближе не к Dark Souls, а к какому-нибудь Нио. Да, наверное, даже ближе к Нио первому. Которое является нечто средним между Ниндзя Гайден и Dark Souls. И первая же проблема, с которой мы сталкиваемся, китайское меню. Вы думаете, в игре нет английского языка? Он есть, но в меню по умолчанию стоит китайский, поэтому методом научного тыка меняем язык на английский. Вот. И первое, что я сделал после того, как поменял интерфейс, решил, что не мешало бы посмотреть туториал. Что такое туториал? Твой главный герой просыпается в одних трусах с огромным мечом в руках. И на него нападают монстры, где тебе просто показывают, где чё нажимать. В целом, на самом деле, не так всё плохо, как я думал поначалу. Хотя выглядит достаточно забавно. В общем, а сама кампания начинается с того, что главный герой просыпается в тюрьме. Уже что-то напоминает, да? Вот. И после того, как я вошёл в меню и узнал, что оказывается с помощью какого-то артефакта можно поменять полперсонажа... Ммм... И начинается весёлая война с монстрами, в большинстве случаев достаточно лёгкими. Ну и уровень сложности в игре... Четыре штуки, по-моему, да. Влияет достаточно сильно на жирность боссов. Так что лучше не выпендриваться и играть на среднем. Или если не можете играть нормально, играйте на лёгком. По ходу игры выходим из этой тюремной пещеры. И предварительно одеваемся, потому что да, персонаж опять голый. Нас обучают разным приёмам. Сильным ударам, лёгким ударам, которые тут в игре есть. Комбинациям в большом количестве. Тут нормальные комбы, кстати говоря. И большое разнообразие оружия. Плюс ко всему рассказывают про души. Ну, аналог душ. За которые можно покупать себе снаряжение. И за которые, соответственно, можно прокачивать себе вооружение. Ну и самое главное прокачивать приёмы. То есть, да, это уже даже чем-то Devil May Cry напоминает. Вот. В целом эта система выглядит достаточно красиво. Тем более, что, не забывайте, это игра, сделанная, судя по всему, небольшим количеством людей. Я скажу больше. Я в игре встретил пасхалки на некоторые другие китайские игры. Там есть целая комната. Я так понимаю, это офис разработчиков. Прикольная пасхалка. Тем более, что она находится фактически в начале игры. И вот, помимо оружия ближнего боя, есть аналог магии. Есть аналог магических перчаток в игре. Есть ловушки, которые действительно работают. Иногда. Вот. Но в большинстве из них ты их просто видишь сразу же. Ловушки достаточно заметные, так сказать. Хотя, не всегда. Также в игре присутствует некий элемент платформинга. Уровня кривого, как в Dark Souls. Я-то вур. Ебал, кто это придумал. Но. Долго их лет жизни этому человеку. Твою мать. Вот. Также перед тем, как ты выйдешь из этой пещеры, тебя научат взламывать замки. Взлом замка это мини-игра. Я не знаю, как она называется, честно говоря. Но это головоломка. Сейчас на экране она перед вами окажется. Вот. Как видите, достаточно простая. И я видел часто, как люди играют в это на телефоне. В общем, молодцы китайцы. Даже здесь умудрились свой мобильный гейминг присобачить. И на самом деле выглядит очень прикольно. Достаточно свежо. Учитывая тот факт, что... Вспомните, какие сейчас вскрытия замков. Либо автоматические. Либо какой-нибудь на уровне Fallout. Ну, серии игр, беседки. У них так более-менее интересно. А у всех остальных... Ну, поскольку, постольку. Как я уже говорил, боссы достаточно жирные. Но, в целом, все победимые. Больше бесят рядовые противники, потому что иногда их бывает слишком много и не очень понятно, откуда они вылезут. С точки зрения геймдизайна, это кишка так же, как и в Dark Souls, хотя с некоторыми ответвлениями. На самом деле меня очень даже порадовало. Плюс ко всему колорит. Азиатский колорит, он прям заметен. Это что-то среднее между китайским народным и чуть-чуть Японией добавлено, чтобы так оно выглядело более антуражненько. Все мрачное, все достаточно выглядит старенько. Игра выглядит вообще как игра на седьмое поколение консолей. Ну, а судя по тому, что это Dark Souls, это промежуточное между шестым и седьмым. Но в целом, восприятие игры это не мешает, тем более, что игра стоила очень дешево, когда я ее покупал. Да и сейчас, по-моему, на нее скидка есть. Так что поиграть можно. Подводя некий итог, хорошая китайская игра. Сделано, конечно, видно немножко на коленке, хотя и заметно, что люди старались. Действительно старались, играть приятно. Управление отзывчивое, что удивительно. Непонятный, правда, сюжет, но это в силу того, что, во-первых, у меня очень низкие познания английского, а поскольку там еще все на китайском, половина не переведено местами. Да, бывает такое. Так что это еще больше усложняет проблему с сюжетом. Но в целом, как игра на вечерок, очень даже круто. Сделано достойно, выглядит достаточно красиво. Если будете покупать на распродаже, покупайте смело. Не разочаруетесь. По крайней мере, фанаты Dark Souls уж точно. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Я все читаю. Ну и, конечно, не забывайте самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным всегда. Даже когда играет в китайские игры. До свидания.